Анна Кошман – молодая украинская киноактриса, получившая славу во всех русскоязычных странах на заре творческой карьеры. Несмотря на большое количество проектов в фильмографии, Анну помнят в образе Жени Ковалевой. Роли, которая стала удачным стартом в её профессиональной биографии. Анна родилась 22 октября 1994 года в Киеве в семье военнослужащего Сергея Михайловича и учительницы Тамары Ивановны. У актрисы и старший брат Сергей, который сейчас работает системным администратором, уже в раннем детстве Кошмал мечтал стать артисткой, но тогда её одинаково прельщало хореографическое искусство и вокальное мастерство. Девочка посещала студию бального и современного танца, музыкальную школу и театральную студию для детей Республика Киев. После получения среднего образования Кошмал подала документы в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства имени Утёсова на музыкальный факультет, где отучилась по специальности эстрадный вокал. Позднее девушка поступила сразу на третий курс режиссёрского отделения Киевской академии. В фильмографии Анны Кошмал стала пополняться в 2011 году. 17-летнюю девушку, которая обучалась в театральном кружке Республика Киев, заметили агенты студии Квартал 95 и пригласили пройти кастинг. Забавно, но Анна на прослушивание даже не знала, для какого проекта пробуется на роль девушки Гота. И только после объявления результатов кастинга, когда ей сообщили, что она утверждена, Кошмал поняла, что будет играть повзрослевшую Женю Ковалёву в юмористическом сериале «Сваты». Фильм стал стартовой площадкой для творческой биографии данной исполнительницы. Что касается её личной жизни, то Анна называется романтичной натурой, поэтому ей не чуждо чувство влюблённости. Девушка не скрывает от публики, что в ранней юности испытывала симпатию к партнёру по танцевальной студии. Затем её избранником стал оператор со съёмочной площадки «Сватов». Роман с одногруппником по академии. Искусств Антоном Климиком, который актрисе часто приписывали журналисты и поклонники, Кошмал полностью отрицала. С Антоном девушка исключительно дружила. Летом 2019 года артистка приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Зимой 2017 года Анна вышла замуж за молодого человека, с которым долгое время жила в гражданском браке. С мужем Анна мечтала о романтической свадебной церемонии. Торжество прошло, как хотела этого невеста. Она была в пышном белом платье. Фотосессия молодожёнов прошла в апартаментах со старинным интерьером. А через год семья пополнилась наследником, сыном Михаила. Счастье любит тишину. Этого принципа придерживается актриса, когда речь заходит о её муже. О нём известно совсем мало. Зовут молодого человека Иван. И он не имеет никакого отношения к миру кино. Редкие фото супруга в инстаграм-аккаунте знаменитости также не проливают свет на его личность. Чаще на снимках мужчина стоит спиной к объективу. Счастье любит тишину.